27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Этот праздник был учрежден еще в 1979 году Всемирной туристической организацией. Без всякого привлечения для Тверской области эта дата тоже означает очень многое. Ведь поток желающих отдохнуть в Верхней Волже постоянно растет. За последние годы Тверская область еще больше укрепила свои позиции в рейтинге регионов, которые наиболее всего любят туристы. За последние пять лет в Верхней Волже посетили более 7 миллионов гостей. Только на текущий год прогноз составляет около 2 миллионов. Одно из самых популярных мест – турбазы и отели Селигера. Отдыхающие по достоинству оценили гостеприимство, комфорт и отменную кухню таких мест, как Чайка, Сокол, ну и, конечно же, палац отель Селигер. Этим летом загрузка была полная, причем за несколько дней до выходных уже свободных мест не было. На данный момент туристическая индустрия нашего региона – это 267 отелей, более 170 музеев, свыше 40 объектов сельского туризма. В Тверской области постоянно появляются объекты как федерального уровня, памятник советскому солдату под Ржевом, кластер Волжское море, так и небольшие объекты. Например, недавно открывшийся в селе Медное Калининского района музей художественного стекла. Важным моментом роста популярности Верхней Волжи являются масштабные вложения в инфраструктуру. Из наиболее заметных можно выделить пешеходные мосты в Твере и Завидове, а также автодорогу в Калязне, который становится одним из туристических центров Верхней Волжи. Открывается большое количество музеев, гостиниц, базы отдыха. Это уже, я считаю, прорыв для такого небольшого провинциального города, который, в общем-то, уже сейчас не страдает практически от сезонности, принимает гостей круглый год. Планируется, что количество туристов, посещающих Тверскую область, будет только расти. Среди прочего, этому поспособствует открытие транспортно-пересадочного узла в Большом Завидове, а также включение Верхней Волжи в список регионов Золотого кольца России.